Всем привет, я Аня Зубреева. Сейчас мы будем смотреть эту посылку. Ань, ты что сделаешь? Снимаю. Ну-ка иди отсюда. Итак, продолжим. Вот такая у меня посылка пришла. Я, опять же, не знаю, что там внутри, так как заказывал очень много разных посылок с Алиэкспресса, очень много разных радиодеталей. По ощущениям, на самом деле, непонятно, что там лежит, но, я так предполагаю, по количеству это либо 500 светодиодов, либо 2400 резисторов. Давайте, наконец-то, вскроем и посмотрим, что там внутри. Ух ты! Что это? Не знаю. Цветодиоды. Цветодиоды? Да, 500 штук. 500. Ага. Итак, вот, как я и говорил, 500 светодиодов, 4 разных цвета. Диаметр светодиодов 3 миллиметра, как я помню. Да, так и есть, 3 миллиметра. Кстати, здесь должно быть написано. Рабочее напряжение от 3 до 3,2 вольт. 100 штук в одной упаковке такой. 5 миллиметров чистейших светодиодов. Ну, в смысле, как бы незамутнённые, как бы чисто яркие светодиоды. Это как бы Super Bright идут, суперяркие светодиоды. 5 миллиметров каждый, итого 4 цвета. Цвета здесь как-нибудь обозначены. Ну, вот это красный, всё. И как бы все остальные гадаете, да? А, не-не-не, сори. Вот написано Red, Yellow, White и Green. Значит, красный, жёлтый, белый и зелёный. Вот такие вот цвета. Опять же, вот это всё, это для моей светомузыки, для эквалайзера. Все светодиоды. Но так как зелёного цвета будет очень много на эквалайзере, получается, основную часть будет занимать этот зелёный цвет. Поэтому я заказал ещё 100, такой пакетик, ещё 100 светодиодов зелёного цвета только. Вот так. Значит, пришли микросхемы, пришли светодиоды и пришли конденсаторы. Остаётся резисторы, транзистор и макетная плата чисто для того, чтобы как бы можно было собрать, посмотреть, как всё это работает и так далее. Без макетной платы я не буду собирать. Ах, да, сточняк, ещё самое главное, это плата. Медная платка, на которой уже будем всё это остальное отравить. Ну, вроде как всё, ничего не забыл. Опять же, ждём детали. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Пока-пока. Ну, чё-то как-то совсем короткий выпуск получился, поэтому давайте хотя бы протестим светодиоды, что ли. Так, начнём, значит, с зелёного. Вот его родное напряжение. Красивый, зелёный цвет. Очень яркий, думаю, вы это видите, да? Так, давайте следующий. Следующий у нас чисто белый. Холодный. Белый цвет. Довольно-таки красивый, а тоже, опять же, ярко. Работает от трёх и трёх. Точнее, до трёх и трёх. А вот жёлтый и красный у нас работают уже ниже. От... Блин, я слепый ничего не вижу. От двух и двух вольт. Поэтому пускаю их через резистор. Видите, резистор небольшой. Ну, два вольта. Два вольта, сколько ей нужно. Вот у нас красный цвет такой вот. Тоже довольно-таки красивый, яркий, сочно-красный. А вот с жёлтым уже проблемы. Жёлтого цвет, скорее всего, не жёлтый, а какой-то оранжевый. Сами видите, да? Уж больно тёмный он. Ну, ничего, нормально. Тоже яркий, но оранжевый. Опять же, работает от двух и двух. Двух и двух вольт. Вот. Если больше на него пустить, его спалите просто навсего. Ладно, так уж и быть, спалю для вас один светодиод. Пускаем, значит, на 5-ти вольтовую линию. Она изначально выдаёт 3,9 вольт на пониженной. Включаем на 3,9. Светодиод жёлтый превращается в красный. Он горит. Обожаю так делать. Ух, воняет. Сатериод разорвало. Я даже в детстве, лет в 13, собирался сделать пистолет, который бы стрелял бы сатериодами. Потому что они у меня почему-то летели именно чётко, прямо каждый раз. Ну вот, короче, на 3,9, да? Да, на 3, ну, короче, на 4 вольт он как бы уже начал гореть, кипеть. Подал на него больше, и он как бы уже не выдержал и тупо рванул. Вот такие вот дела. На этом всё. Подписываемся. Всем гудбай.